В 2011 году экологи сделали последнее предупреждение человечеству. Сотрудники независимой международной организации Global Footprint Network подсчитали природные ресурсы нашей планеты и пришли к ужасающему выводу. Люди еще в 2010 году перешагнули точку невозврата. Мы промотали возобновляемые ресурсы нашей планеты. Если раньше считалось, что Земля сама способна к регенерации, водоемы восстановятся, на месте выжженного леса вырастет новый, грязный воздух рассеется потоком свежего ветра, то теперь все иначе. Начался этап безвозвратного уничтожения планеты. Леса, загрязненные реки и атмосфера уже не восстановятся. Каждую минуту участок Земли размером в 68 футбольных полей превращается в безжизненную пустыню. И рано или поздно этот процесс захватит всю планету. Теперь лишь вопрос времени. Когда все живое исчезнет с лица Земли? Геологи забили тревогу. Землетрясения в Юго-Восточной Азии, Гаити, Новой Зеландии и Японии – только начало глобальной катастрофы. Землю ученые сравнивают с дремлющим монстром и предупреждают. Наша планета проснулась и пришла в движение, чтобы раз и навсегда отомстить, избавиться от назойливого человечества. Меня зовут Анна Чапова. И я начинаю расследование. Почему ученые называют Землю живым существом? Планета воспринимает людей как вирус, как экзем. Если на планете не останется людей, кто придет им на смену? Что это, конец света или что? Но этот был просто ужас. Возможно, они уже здесь. Мне надо как бы что-то бегать по голове. Правда ли, что недра планеты охвачены пожаром? Земля внутри кипит. И пламя в любой момент может вырваться наружу. Лазмоиды, шаровые молнии. И как она собирается избавиться от людей? Температура в конечном итоге поднимется до 100 градусов, что приведет к гибели нашего человечества. Я раскрою все тайны. Месть Земли Уничтожение Земли для человечества – лишь вопрос времени. И по всей видимости, планета не намерена ждать своего часа. Механизм истребления всего живого запущен. Летом 2010 года Москву окутала удушливая жара. Люди задыхались от смога. Смертность возросла в разы. По продолжительности, температурным рекордам и степени последствий это лето не имеет аналогов в истории. Горящие леса и торфяники окутали Москву таким облаком дыма, что ничего не было видно буквально на расстоянии вытянутой руки. Едкий дым от пожаров хвойных деревьев обладает канцерогенными свойствами и однажды попав в легкие, уже не выводится из организма. Так что подсчитать истинный ущерб от жаркого лета 2010 года просто невозможно. Это было в Индии погибло 200 тысяч человек. Это было во Франции. Это примерно там, по-моему, 20 или 30 тысяч человек погибло. В России число погибших – это около 50 тысяч человек. Это будет повторяться. Причиной природной аномалии стал необычный циклон. Он затянул в центральную полосу России жаркий воздух из самой Сахары. И, по мнению ученых, это только первые признаки серьезных изменений климата. Скоро к африканской жаре нам придется привыкать, как к обыденному явлению. Температура всем известна, что такое Сахара. Температура, значит, там средняя в июле 40 градусов. Казалось бы, и Африка, и Средняя Азия... Однако достаточно просто посмотреть на карту мира, чтобы понять, какими быстрыми темпами растет всемирная пустыня. Еще две тысячи лет назад пустыни Сахара просто не существовало как таковой. На ее месте были леса, озера и болота. Четвертое-третье тысячелетие до нашей эры, до Ждества Христова, там были болотистые земли, в том числе. Поэтому, значит, климат менялся. Еще в древности пустыня начала разрастаться. Сегодня она превратилась в глобальное явление. Уже выжжен Аравийский полуостров, охвачен Евразийский континент, пояс Сахары тянется через Среднюю Азию к Тихому океану. Американский ученый Джон Бранденбург в интернет-интервью нашей программе рассказал, что вполне возможно в самом недалеком будущем Земля превратится в огромную пустыню. Вполне возможно, Земля повторит судьбу планеты Марс. На Марсе была жизнь, но он приблизился к Солнцу, и планета сгорела, превратилась в выжженную пустыню. Экспедиция американского марсохода «Спирит» на Красную планету в недавнем прошлом принесла научную сенсацию. Робот обнаружил фрагменты льда. Это значит, что на планете была вода, а вместе с ней жизнь. Но в один момент на Марсе все исчезло. Планета замерзла и высохла. Не осталось ни одной живой клетки. Возможно, и нашу планету Земля ждет такое же будущее. Человек человек же это, ну, вроде такой бабочки однодневки. Он, знаете, зловредное существо. За сто лет шел, половина запасов угля и нефти. В 2010-й год экологи считают точкой невозврата. Мы стали потреблять столько ресурсов, сколько Земля не может дать. Это значит, что чистый воздух, вода, плодородные земли и океаны вскоре будут уничтожены. Гибель планеты от рук человека стала неизбежной. И в этот же момент Земля подала знак о предстоящей беде. В 2010-м в Исландии извергается вулкан с труднопроизносимым именем Эйяфьядлайюкут. Для современной техногенной цивилизации исландский вулкан стал непреодолимым испытанием. Весь мир в буквальном смысле остановился. Древние цивилизации майя и ацтеки, известные своими способностями предвидеть события, сравнивали вулканы с могущественным божеством. Во многих летописях вплоть до средневековых есть предсказания об извержении вулкана. Сказано, будет взрыв, но не убьет никого, лишь заслонит небо темной мантией. Таким образом, по представлению древних, человечество получит сигнал о предстоящей битве богов. Великан огня после этого сожгет всю планету, на этом настанет гибель Земли. И все владыки тогда проснутся и выйдут. И начнется бой тьмы и света. Последние исследования только подтверждают древнее пророчество. Недра нашей планеты переполнены лавой, и, возможно, очень скоро она вырвется наружу в самых разных точках мира. Исследователи считают, что человечество своими действиями нарушило хрупкий баланс природы и таким образом подписало себе смертный приговор. Людей уничтожит сама планета просто для того, чтобы выжить. Геолог с мировым именем Джеймс Лавлок в 2010 году выступил с сенсационным заявлением. Наша планета огромный живой организм. Специалисты из центров по изучению климата во всем мире докладывают, что планета серьезно больна. И я должен сказать вам, что наша цивилизация находится в смертельной опасности. Далее в программе. Каким образом Земля собирается уничтожить людей? Вирусы могут сами по себе приходить на Землю. Микроскопические черви обнаружены под кожей жителей целой деревни. Это как вот что-то бегает по голове. Земля испытывает тяжелые страдания. И скоро ее начнет лихорадить по-настоящему. Целый ряд этих вулканических извержений потрясут вообще Землю. Я расстроилась Многие ученые и раньше заявляли, Земля это живое. И более того, мыслящее существо. Еще в 18 веке ученый, отец геологии Джеймс Хаттон заявил, Я рассматриваю Землю как некий сверхорганизм. И наукой, подходящей для ее изучения, должна быть физиология. Человек влияет на магнитосферу Земли. И магнитосфера Земли отвечает тем же. Некоторые исследователи считают, ядро Земли ее сердце. Благодаря его биению формируется магнитное поле и перемещение водных масс. Земля, как любой живой организм, обладает кровеносной системой. Нефтеносные пласты остро реагируют на импульсы, исходящие с поверхности Земли. Роем, как говорят, норы, добываем нефть, уголь, газ, вредим экологии природы, больше некуда. Конец света себе устроим, раньше времени нет, чем зашифровано в Библии. Британский ученый Джеймс Лавлок считает, что планета чувствует раздражение на своем теле. И сейчас такой раздражитель человечества. Люди производят парниковые газы и словно вирус поражают участки суши, нанося планете страшные раны и оставляя язвы. Планета поддерживала себя в здоровом состоянии более трех миллиардов лет, а мы начали ее загрязнять. Планета воспринимает людей как вирус, как экзему, и она в какой-то момент избавится от нас. Современная наука просто закрывает глаза на признаки жизни, которые подает наша планета. Невероятный факт. Содержание кислорода в воздухе составляет 21%. Вот уже три с половиной миллиарда лет этот показатель поддерживается на одном и том же уровне. Точно так же, каким-то чудесным образом, во все времена в Мировом океане остается неизменным процентный состав солей и минералов. Если повысится содержание кислорода до 25%, леса будут гореть постоянно. Начнется массовое вымирание всего живого. Шаг влево или вправо смерг для цивилизации. Джон Бранденбург уверен, все это безусловно признаки живого организма. Земля, как и человек, способна поддерживать в своем теле определенную температуру. Осуществляется обмен веществ, иммунная система борется с болезнями, а сама живая сущность планеты скрыта под тонкой земной корой. Неужели цивилизация людей потеряла контроль над собственным домом живой планеты и земля? Это звучит невероятно, но вот подтверждение. Ростовская область, пять населенных пунктов. Верхнекундрючинская, Черни, Казминка, поселки Мостовой и Белая Калитва. Это эксклюзивные кадры. Жители этого района впервые согласились рассказать журналистам о напасти, от которой они мучаются уже больше трех лет. Людей в буквальном смысле слова атакуют черви. У меня проявлялось с сильными большими волдырями. Как все равно вот вообще вот такие висели. Вот. Тут, тут, везде и на животе такие же были волдыри. А он же невидимый. Он глубоко под кожей цепит. Людмила Еремеева вспоминает. Сначала подумала, что подхватила обычную чесотку. Районный врач назначила ей лечение. Однако болезнь не прошла. Наоборот, появились новые симптомы. Ни с того ни с чего. Стало сначала почесываться, потом стали прыщики появляться. Санитарная обработка комнат, мебели, одежды не помогает остановить распространение болезни. Начинает дихлохоза каждое утро. И сейчас еще какие-то препараты. Все обрабатывали. Все меняли в постели и обрабатывали. И всем, всем, Господи. Муж Людмилы Еремеевой взял на себя уход за женой. Ей трудно мыться, есть переодеваться. Также нельзя делать основную работу по дому. Малейшее передвижение обостряет боль в теле и усиливает зуд. Откуда пришла напасть? Супруги сказать затрудняются. В деревне Белая Калитва болезнь приобрела еще более пугающее очертание. Под кожей сельчан растут и размножаются непонятные существа, похожие на членистоногих животных. когда начиналось, они прям понимаете, маленький камаш, прям видно рожки у него и лапочки, вот эти маленькие ножки, все, как от живого тела его отрываешь, оно превращается в неживое. У Татьяны Предковой страшной болезнью заразилась вся семья. Сама 46-летняя женщина, ее сын подросток и пожилые родители. Есть постоянные ощущения, что под кожей живут и размножаются микроскопические существа. Вот сильнее всего на лице, вот лицо, брови, оно даже вот с ресниц как бы как сыпется. Татьяна утверждает, что в последнее время переносить болезнь стало совсем невозможно. При контакте с одеждой или от малейших прикосновений кожа в буквальном смысле начинает сыпаться. выделение своей кожи и кожи родителей Татьяна собрала в пузырек и отдала на исследование в лабораторию. Под микроскопом в волокнах обнаружились черные живые микроорганизмы. как обыкновенный мусор. Черная вот такая штучка какая-то как мусоринка. Оно увеличилось в объеме и не знаю какой-то вот какие-то не могу объяснить даже что это. Татьяна не пользуется косметикой. Даже использование обычного мыла только обостряет боль. Если провести пальцами по лицу или по голове остается налет как твердая мука. Иногда из кожи что-то высыпается. возможно это продукт жизнедеятельности подкожных гадов. А возможно и сами черви. Иногда как что-то бегает по голове. Вот как знаете что-то побежало. Вот такое впечатление. Подкожная живность бурно реагирует на медикаментозное вмешательство. Непонятные живые существа выходят наружу через многочисленные язвы и глубокие раны на теле. Кожа разлагается. По телу идет непрекращающийся зуд. Привычные лекарства от кожных болезней не помогают. И солярка, и разные ветры. Такое ничего медицинское просто не помогает. Вирусологи и дерматологи в недоумении. жителям деревень который год уже не могут поставить диагноз. Ни один из узких специалистов не выявил ни у одного заболевшего патологии. Инфекций, глистов, вирусов, грибков у них не обнаружили. Жители соседних поселений объезжают белую калитву стороной. Они опасаются, что могут заразиться. Ведь личинки паразитов могут быть моментально занесены в организм обычным порывом ветра. А при близком контакте с больным заразиться дело одной минуты. Бывший наш бригадир, он тоже на пенсии, мы с ним годки. У него вот такое на руках появилось, а что там, я его не видела сама и не знала. Экспедиции программы тайны мира удалось выяснить. Рядом с поселками, где живут заболевшие, расположена целая сеть заброшенных угольных шахт и атомная электростанция. Возможно, это вирусное заболевание и есть ответ нашей планеты на выбросы промышленных предприятий. Земля мстит мучительной неизлечимой эпидемией и это первый шаг к уничтожению человечества. Я расстроюсь все тайны, что на самом деле находится внутри нашей планеты. Самая глубокая шахта в мире достигает 12,5 километров. Бурить дальше оказалось невозможно. Некоторые исследователи утверждают, там живая материя Земли. Попробуем представить, что происходит внутри планеты. Земля гигантская живая клетка. Поскольку вокруг нее открытый космос, для жизни ей необходима оболочка в виде атмосферы. Живые существа и растения ей нужны, чтобы поддерживать обмен веществ, циркуляцию воды и нужную температуру. Атмосфера лишь тонкая пленка, которая отделяет живую материю огромного существа от падения метеоритов и солнечных лучей. Планета Земля живая и она имеет собственную энергетику. Ее строение подобно строению всех живых биологических существ, обитающих на ее поверхности. Вполне естественно, что любое живое существо, когда чувствует боль, раздражение, будет сопротивляться, пытаться избавиться от угрозы. Ученые, собирающие данные об активности тектонических плит, пришли к выводу, что настал момент так называемого лечения планеты. Наступает эра катастроф. Далее в программе. Что такое генное оружие Земли? Будут расконсервированы соответствующие запасы метаногидратов. Болезнь, которая уничтожит выживших после апокалипсиса. Я не понимаю, что со мной произошло. Чем придется пожертвовать, чтобы сохранить жизнь? Матушка, Земля, пожалуйста, дай нам, помоги. Я расстрою все тайны. Подмосковье, село Дубровицы. Здесь живет Ольга Александровна Свиридова. Соседи говорят, у нее легкая рука. Все, что не посадит, обязательно прорастет и даст урожай. Земля моя, матушка, кормилица наша. Помоги, пожалуйста. Ольга Александровна признается, у нее есть особый секрет. Для того, чтобы в огороде все росло буйным цветом, она сперва договаривается с землей. В буквальном смысле. Я считаю, что земля одна из разновидностей живых организмов. Женщина утверждает, ее метод работает. Земля огромный живой организм и, кроме того, излучает энергию, которой просто нужно уметь пользоваться. Я убедилась в том, что земля живая, я с ней разговариваю, и она настолько благодарно отдает. В масштабах планеты человечество пока и не пыталось договориться с землей. Профессор Алексей Корноухов считает, что в нашей истории наступил период решительных действий. Люди так искалечили землю, что самостоятельно она уже не оправится. Еще одной опасностью, которую мы сейчас тоже наблюдаем, это усиление тектонической активности. Из-за таяния ледников повышается уровень океана. То равновесие, которое устанавливалось в течение сотен тысяч лет, оно как бы нарушается, плиты приходят в движение и это движение плит воспринимается как землетрясение. Земля в последние годы начала активные собственные действия для спасения. Исследователи полагают, первое, что намерено сделать планета стряхнуть с себя человечество. И это приведет к тому, что температура в конечном итоге поднимется до 100 градусов, что приведет к гибели нашего человечества. Сейсмические лаборатории всего мира отмечают, что уже сейчас тектонические плиты целых континентов начали активное движение. Одно землетрясение за раз способно уничтожить сотни тысяч людей. И в последние годы это происходит все чаще. Геологи бьют тревогу. Земная кора пришла в движение. Это значит, что самый страшный катаклизм только предстоит пережить. Вспомним события хотя бы недавнего времени. 2003 год. Землетрясение в Иране. Более 50 тысяч жертв. 2004-й. Толчки с магнитудой 9,3 на дне Индийского океана вызвали небывалые цунамии. Более четверти миллиона погибших по всей Юго-Восточной Азии. 2008 год. Сычуаньское землетрясение унесло жизни более 70 тысяч человек. 2010 год. Гаити 220 тысяч жертв. 2011 Япония около 30 тысяч погибших. Наверное мы и обречены на вымирание. И вопрос о том собственно говоря достойны мы или недостойны это будет решаться собственно говоря на наших глазах в течение нашего поколения. Современные технологии позволяют управлять погодой, менять климат, даже повернуть реки вспять. Мечта советских руководителей сегодня это возможно. Разогнать облака, растопить снег или наоборот вызвать морозы стужу в снойной пустыне сегодня нам многое под силу. Но достаточно одного колебания земной коры, чтобы сбросить с себя назойливого человека. Ни одна, даже самая технологически продвинутая страна в мире не способна хоть как-то противостоять гневу Земли. Землетрясение в Японии унесло жизни более тридцати тысяч человек, лишило крова более миллиона людей и вызвало крупнейшую за всю историю атомную катастрофу. В каждом японском офисе есть такие вот тревожные рюкзаки. В них все необходимое, чтобы выжить в случае землетрясения. Аптечка, вещмешок, нож, свечка и фонарик. Японцы постепенно привыкают жить по трясущейся земле. Не так давно тревожные рюкзаки появились и в России. Есть Земли. А вот ужасающие данные статистики. В прошлом двадцатом веке от землетрясений погибло более двух миллионов человек. А за последние десять лет двадцать первого века уже более шестисот тысяч. Если гнев природы будет развиваться с той же геометрической прогрессией, полное уничтожение человечества много времени не займет. земле лишь нужно размять мускулы. Однако исследователи полагают, что колебания земной коры не единственный способ, которым планета будет убивать человечество. Просто дальше будет повышаться температура, нарушится возможность проживания, скажем так, тех живых существ, которые сформировались на нашей планете. Глобальное потепление, которое уже идет активными темпами, по мнению ученых, очень скоро активирует скрытую в океане климатическую бомбу. Будут расконсервированы соответствующие запасы метаногидратов, будет выброшено дополнительное количество углекислого газа из мирового океана, мы будем иметь совершенно катастрофические явления, которые начнутся, начнутся уже, ну, собственно, они уже начались. Далее в программе он состарился в четыре года. Черт, я не могу. Какой срок отмерен самому человечеству? Это может быть 10 лет, это может быть 20 лет, это может быть 70 лет. Какая кара предначертана людям? Банка предсказала новую болезнь. Старение за несколько секунд. Я расстроилась все дали. Американский палеонтолог Джек Хорнер обнаружил на нашей планете сенсационные доказательства того, что Земля уже не раз разделывалась со своими обитателями. За последние 500 миллионов лет на Земле произошло 5 массовых вымираний. Однако новые исследования показывают, сами причины скрываются внутри нашей планеты. В наши дни на Земле началось очередное уничтожение всего живого. гибель динозавров нельзя считать случайностью. Теория о том, что они погибли из-за падения метеорита уже признаны несостоятельными. Они погибли из-за процессов, происходивших на Земле. Полное исчезновение с лица Земли целого вида динозавров и сегодня одна из крупнейших загадок археологии и биологии. Как такой богатый животный мир мог погибнуть в одночасье? Раньше считалось, вы наверняка слышали, про падение метеорита. Единственное, что последние исследования показывают, что не совсем это синхронно произошло. То есть метеорит сначала упал, а потом динозавры вымерли порядка 10 тысяч лет позже. В Библии подробно описан всемирный потоп. как известно по воле Божией, на земле было суждено остаться от каждой твари по паре. Причем этому событию археологи уже давно нашли подтверждение. Это был потоп, как называют трансгрессия. Была некая волна типа цунами, которая обходила земной шар, унося с собой тела погибших животных, растений, смешивших в единую однородную массу. Если верить преданию, потоп должен был вразумить людей, в том числе научить их жить в мире с природой. Ведь на одном корабле бок о бок им вместе со всеми животными планеты пришлось пережить вселенскую катастрофу. Человек же вот такой хищник. Все ему не хватает энергии. мира с природой у человечества очевидно не вышло. И теперь ее гнев может вырваться у нас буквально из-под ног. Исследователи уже давно обращают внимание на так называемые георазломы стыки плит земной коры. В этих местах все чаще замечают таинственные явления. На поверхности земных недр вырываются световые вспышки и мощные энергетические потоки. В таких местах люди постоянно наблюдают аномальные явления. Световые вспышки их иногда принимают за НЛО. Рядом с геологическими разломами даже деревья растут под углом к земле. Исследователи считают, что эти явления связаны с мощным потоком земной энергии, которые в зоне разлома выходят на поверхность. Самым подходящим оружием против всего человечества может стать, например, болезнь. Вирус, который поразит выборочно только людей, но не затронет животный мир. В 1989 году Ванга предсказала новую болезнь старение за несколько секунд. И вот пророчество начало сбываться. Стареет кожа, внутренние органы ослабевает сердце. И самое страшное отодвинуть сроки конца жизни невозможно. со всего мира приходят сообщения о таинственном заболевании. Врачи дали ему название прогирия. Пока на планете лишь несколько десятков таких больных. Но при этом они родились в разных странах и никогда не контактировали. А значит и не могли друг друга заразить. вирусы могут сами по себе приходить на землю вот так называемые спермия. И могут приходить и более высоко организованные формы. Съемочная группа программы Тайны мира встретилась в Казахстане с Нуржаном Уркишбаевым. Трудно поверить, но ему 20 лет. Молодой парень выглядит словно 80-летний старик. Я не понимаю, что со мной произошло. В один ужасный день мое лицо и тело начали меняться. Мне было страшно. Иногда я даже боялся, что вскоре могу умереть. Нуржан родился абсолютно здоровым ребенком. Но когда ему исполнилось 4 года, произошло что-то невероятное. Маленький мальчик начал стремительно стареть. Резко начало дряхлеть кожа, появляться глубокие морщины. Однако физическое состояние мальчика оставалось соответствующим его возрасту. Нуржан, как и все дети, продолжал ходить в школу и играть со сверстниками. К 18 годам он превратился в уродливого старика. Родители юного старика делали все, что только возможно. Были на приеме у лучших врачей, но современная медицина бессильно остановить стремительное старение. Врачи не могут вылечить эту болезнь и объяснить причину ее появления. Эти вопросы к сожалению на данный момент мало изучены и как и у низших животных, так и у человека, и у высших животных. Плохой сигнал проникает к нише стволовых клеток, что может также привести к их гибели или к начинанию старения данных организмов. Мы выяснили в какой момент с Нуржаном произошли страшные метаморфозы. Все случилось за одно лето, когда родители отправили его погостить к родной бабушке. Уфологи утверждают, что в селе недалеко от города Атырау, где гостил Нуржан, проходит глубокий геологический разлом. В этом районе местные жители часто наблюдают таинственные явления. Накапливается огромное количество энергии, плазмоиды, шаровые молнии, и могут происходить всевозможные выбросы энергии. Валерий Калашников много лет изучает геопатогенные аномалии. В таких местах часто происходят выбросы энергии прямо из недр Земли. Такие выбросы часто путают с плазмоидами и даже принимают за НЛО. Вероятно, пока Нуржан гостил у бабушки, из земных недр произошел выброс энергии, которая и повредила генетический код мальчика. Я раскрою все тайны. Съемочная группа программы Тайны мира вместе с исследователем изучила опасность геологического разлома в Москве на Мичуринском проспекте. 9 мая 2009 года в Москве произошел взрыв. Из-под земли в районе Мичуринского проспекта взметнулся столб огня высотой 200 метров. Расследование причины взрыва газовой трубы показало, что из-за коррозии металла произошли утечка и возгорание. Разломная тектоника усиливает коррозионные процессы в металле. И тут в данном случае произошло наложение нескольких негативных факторов. Со времени взрыва прошло три года, но люди, пережившие эту аварию, не могут оправиться до сих пор. Даже не могу сказать, что это конец света или что, но этот был просто ужас. Земля требует к себе бережного отношения. Понимание процессов, происходящих в земной коре, позволит человечеству выжить. Несмотря на массовые вымирания господствующих видов, которые уже случались на Земле, жизнь никогда не исчезала полностью. даже планета была пустынна, оставались живые микроорганизмы или фигурной которые развивались отдельными скоплениями. Похоже, всех выживших объединяет одно. На момент вымирания господствующего вида они не представляли угрозы самой планете. Попробуем разобраться, какие существа выживут на этот раз. Прекрасный пример такого организма это плоские черви. Остальные это так называемые вспомогательные клетки, которые помогают вот этой популяции клеток быть бессмертной фактически. Единственный выход, который ученые считают наиболее реальным спасением человечества бегства на другую планету. Однако для постройки корабля и поиска подходящего места потребуются многие годы. Если человечество сможет объединиться для реализации этого проекта, оно перейдет на следующий уровень своего развития. Если оно не сможет объединиться для реализации этого проекта, то я боюсь, что никакое сокращение выбросов не спасет от раскручивания положительных обратных связей и от наступления терминальной стадии парниковой катастрофы. Но, к сожалению, у человечества осталось очень мало времени. Проектные разработки по освоению околоземного пространства еще не настолько развиты, и мы уже не успеем подготовиться к переселению на другую планету. В принципе, за 20 век мы наблюдали повышение температуры примерно на градус. А в 21 веке мы увидели получим повышение температуры где-то на 5 градусов. В 22 веке если у нас все будет идти по экспоненциальному сценарию, мы уже будем иметь 25 градусное потепление. Ну и наконец, собственно говоря, через 300 лет, 23 век, это уже опять же в 5 раз, это уже сотни градусов. И это приведет к тому, что температура в конечном итоге поднимется до 100 градусов, что приведет к гибели нашего человечеству. Экологи подсчитали, наши аппетиты уже более чем в 2 раза больше того, что может дать наша планета. Так что уничтожение Земли для людей лишь вопрос времени. Если наша планета действительно обладает разумом, ее решение напрашивается само собой. Нет, человечество нет проблем. Увидеть будущее можно уже сегодня. В Туркменской пустыне есть место, окутанное легендами кратер Дарвас. Местные жители называют его вратами ада на земле. Внутри огромной воронки уже больше 40 лет полыхает вечный огонь. Говорят, это место обладает гипнотической силой. По ночам животные и насекомые со всей пустыни словно одурманенные идут на свет и падают в огонь. Кратер сделали люди. Пытались пробурить здесь скважину для добычи газа. А когда буровая установка рухнула под землю, месторождение подожгли. Газовики полагали, что скопившийся в кратере газ выгорит за несколько дней. Сколько с тех пор сгорело миллионов или миллиардов кубометров природного газа, люди даже не пытались подсчитать. Точно так же никто не считал, сколько видов живых существ, гектаров леса и мегалитров воды уничтожило человечество за время своего пребывания на живой планете Земля. Субтитры 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 Субтитры